так последняя тихая гавань так на чем же там а поезда остановить сонис большое ограбление поезда так найти аспиды надо и какие-то реликвии или днк надо собрать сейчас я какое-нибудь исследование открою так получается с доктором сюжетная линия закончена вот это тарсонис это с этим капитаном или как его там на н как-то забыл мы в мэтью мэтью а то что посередине там планетка была это тайку сдает задание с мебиусом так тут у нас эти строятся готов выкладывай приказы будут сэр будет сделано не достаточна минералов я готов С удовольствием. ТСМ готов. Отлично. Коварно. Победа наша. Вот это мне нравится. Коварно. Победа наша. ТСМ готов. Вот это мне нравится. С удовольствием. Конечно. Выдвигаюсь. ТСМ готов. Что стряслось? Что происходит? Понял. Есть? Поезд выходит. Из северо-западного туннеля. Говори. Отлично. ТСМ готов. ТСМ готов. Северо-западного туннеля. Пристройка завершена. Пристройка завершена. ТСМ готов. ТСМ готов. СССР готов. Есть? Недостаточно минералов. Так, один поезд есть. Отличная работа, сэр. Найденные в поездах ресурсы мы можем использовать для экипировки и обучения войск. С удовольствием. Отлично. Доктора вызывали? Вот это мне нравится. СССР готов. В кого стрелять? Брось в дороге! СССР готов. Есть работенка? Будет сделано. Недостаточно минералов. Доктора вызывали? Требуются дополнительные хранилища. Поезд выходит из западного туннеля. Смотри-ка, Джимми. Теперь они отправляют поезда с сопровождением. Скелет? Может, эти скелеты надо еще собрать? Продолжение следует... Я готов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Победа наша... Как самочувствие? Смерть на пороге... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поезд выходит из южного туннеля. Жду смерть на пороге. Что у тебя на уме? Командир! Только лайки для трупов. Вот это мне нравится. Отлично. Посылайте подмогу! Курно! Кто на новенького? Смерть на пороге. Посылайте подмогу! Что у тебя на уме? Посылайте подмогу! Доктора вызывали? Конечно. Отлично. Доминионцы строят бункеры для защиты путей. Будьте осторожны. Выдвигаюсь. Смерть на пороге. Доктора вызывали? Чего пугаешь? Здесь нельзя строить. В кого стрелять? Есть работенка? Есть, сэр? Я готов. Кто на новенького? Овроги. Выкладывай. Да. Прось с дороги! В кого стрелять? СССР готов! Говори. Смерть на пороге. СССР готов! Кому навешать? Поезд выходит из западного туннеля. Конечно. А что? С удовольствием! Выдвигаюсь! Вот это мне нравится. Конечно. В кого стрелять? Смерть на пороге. Отлично. Доктора вызывали? Доктора вызывали? Что? Доктора вызывали? Доктора вызывали? Говори. Не пропустить бы поезда. Так. И аспеди. А как их найти-то? Смерть на пороге. В кого стрелять? Плеспеновый гильзер иссяк. База отопована. С удовольствием. Встрелять на пороге. Улучшение завершено. Отлично. Смерть на пороге. а что стрелять победа поиск уходит из северо-западного канала выдвигаюсь с удовольствием отлично вытащите меня отсюда на пороге жду вот это не нравится выдвигаюсь судовом в кого стрелять конечно нас тут выносят отлично смерть на пороге сэр железнодорожные пути теперь патрулируют отряды доминиона вижу крупные группы мародеров я отмечу их местоположение красными маяками постарайтесь не связываться с этими парнями победа наша что на новенького выдвигаюсь в кого стрелять смерть смерть на пороге отлично конечно вооружен и опасен коварно с удовольствием вытащите меня отсюда вытащите меня отсюда вот это мне нравится коварно победа наша конечно бегом марш смерть на пороге дескоп в кого стрелять говори брать дороги а а а а а а а поезд выходит из западного туннеля доминионцы увеличили скорость поездов но от аспидов им не уйти конечно в кого стрелять с удовольствием отлично выдвигаемся коварно бегом отлично коварно и да и и и и ков наш план к и 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 Месторождение минералов выработано. Выдвигаюсь. Конечно. Вот это мне нравится. Смерть на пороге. Отлично. Победа наша. А что? Выдвигаюсь. С удовольствием. Конечно. Отлично. 4 из 6. Победа наша. Улучшение. Удачи. Мне нравится. Коварно. Выдвигаюсь. База атакована. Вот это мне нравится. Еще где-то два спина. Победа наша. Может тут где-то. Поезд уходит из северо-западного туннеля. Высылайте подмогу. Отлично. Что у тебя на уме? Конечно. Сука. Что? А что? Что? Коварно! Месторождение минералов выработано. Подвигаюсь. С удовольствием. Вот это мне нравится. Вытащите меня отсюда. Победа. В кого стрелять? Отлично. Конечно. Виспеновый гильзер иссяк. Коварно. Каков наш план? Выдвигаюсь. Отлично. Конечно. Что у тебя на уме? С удовольствием. В кого стрелять? Победа наша. Вытащите меня отсюда. Вытащите меня отсюда. Месторождение минералов выработано. Победа наша. Коварно. В кого стрелять? Поезд выходит из западного туннеля. Кажется, обогащенное топливо у Доминиона кончилось. Но теперь за составами ходит целая армия. Не нарваться бы. Неплохо. Говори. Вытащите меня отсюда. Выдвигаюсь. Вот это мне нравится. Жду. В кого стрелять? Вытащите меня отсюда. Кого подлатать? Да. Смерть на пороге. Смерть на новенького. Месторождение минералов выработано. Сэр, среди обломков замечен источник электромагнитного излучения. Давай-ка посмотрим, что за ценный груз они так спешили довести до пункта назначения. Адъютант 2, 3, дефис, 4, 6. Включен. Системная запись. Программа защиты нового Геттисберга. Введите коды доступа. Вот тяна. Это же древний адъютант конфедерации. Зачем, интересно, они ее выкопали? Что ей известно? Ну да, интересно. Так, все задачи я не выполнил. Говно. Это получается, один аспирь не нашел. Так. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Найденный нами адъютант сейчас в лаборатории. Его починили и подключили к питанию. Давай-ка поговорим, старушка. Что тебе известно? Личность установлена. Рейна, Джеймс, шериф в отставке. Колония Марсара. Вступил в террористическую организацию сына Икархала. Статус преступник. Хватит обо мне, дорогуша. Что еще хранится в твоей синтетической башке? Статус пользователя. Преступник. Доступ закрыт. Что? Строишь из себя недотрогу? Ничего, я еще вернусь. Так, что-то какие-то технологии есть. После ограбления на ностальгию пробило? И не говори. Помнишь, Шейл-экспресс? Мы ведь раз десять грабили его, наверное. И ведь не надоедало, а? Ага. А потом они порастинули мозгами и послали за нами мотоциклистов. Нас ведь тогда чуть не прибили. Да ни один из них нашим стервятникам и в подметке не годился. Знат, да мы над ними поглумились. Как тебя после этого взяли шерифом, убей, не понимаю. Дамы и господа, каждый вечер я выхожу в эфир и стараюсь подавать новости в наиболее объективной и беспристрастной форме. Но сегодня я вынужден сделать личный комментарий. Меня часто спрашивают, в чем разница между императором Менгском и предателем Джимом Рейнером, указывая на то, что в молодости Менгск устроил восстание против конфедерации и на пути к властью неоднократно прибегал к силе. Почему Рейнер в такой же ситуации объявлен преступником? Я скажу вам, в чем разница. Когда император Менгск начинал свою революцию, человечество было в безопасности, а Рейнер начал бунт в условиях войны с двумя инопланетными расами. Джеймс Рейнер, где твоя совесть? Разве не должен ты сейчас оставить личные амбиции и сражаться бок о бок со своими согражданами против инопланетной угрозы? Развелось тут критиков. Арсенал, посмотрим, что там на бабки можно взять. Концоль, что это говорить не хочет. О, КСМ. Ускоряет постройку здания и делает ремонт быстрее. 60-80 тысяч, но и здравая тема. прог Arkanet. Наверное прокачает АСМ-чика. И пока все на этом. У образца сформировался орган зрения, что дальше конечности. При регенерации клеток наблюдается гихотомия. В клетках типа А постоянно происходят случайные мутации. Клетки Б этим временем стараются нейтрализовать их. Борьба за выживание на клеточном уровне. Я поместил со скобы образца в электрическое поле. Результаты любопытны. В электрическом поле ткань зеркал стала удивительно прочной, сохранив гибкость. Этот материал можно использовать для укрепления старых транспортников типа Геркулес. Слон будет рад. Жаль времени на работу и над электрическим полем, и над сверхпрочной материей. Скорее всего не хватит. Значит что-то одно выбрать. Понятно. С каждым этапом изучения описывается какая разработка будет. Ну вот 15, 17 и 3 до 20 осталось. Хищник. Противопехотная. Боевая единица с мощной атакой по области. И Геркулес, крупный транспортный корабль, десантирующий войска практически мгновенно. Хищника взять, наверное. Весокий урон по области производится на заводе. Поехали в мостик. Я ищу эксперта дешифровщика для взлома адъютанта. Пока безуспешно. Да ну. Полковник Орланд в мертвецком порту взломает что угодно. Давненько я там не был. Слушай, а в тот раз у тебя дошло доженить бы? Что-то я не помню. Я же говорил, если бы я знал какая будет ставка, я бы тогда ни за что не сел играть. Просто не переношу сцены воссоединения влюбленных. Мертвецкий порт это как раз с адъютантом продолжать. Волосом это что? Ну и Монлит это Тайкус. Ну-ка. Умники из Мебиуса считают, что очередной артефакт должен быть на планете под названием Монлит. Скорее всего его охраняют протосы фанатики. Они называют себя Толтарим. И не думай, что эти Толтаримы такие же добренькие, как твои приятели типа Зератула. Потому что это далеко не так. Так, четыре протосов исследования. Так, сюда. Нам пока что не удалось получить доступ к данным записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов конфедерации. Полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемника в мертвецком порту. Ненадежный тип. Но он единственный, кто сможет взломать этот код. Ну и новый Фолсом. Друг, надо брать новый Фолсом. Там держат всех, кто когда-либо выступал против Менгска. Выпустим заключенных, и он не будет знать, откуда ждать удара. Когда надумаешь, сообщи мне. Тут тоже вроде какая-то развилочка должна быть. Так что это попозже. Я вот не знаю, что сначала выполнить. Наверное, с Тайкусом. Но то пехота не полная у нас. Посмотрим, как мародеры работают. И четыре очка все-таки исследование какое-то будет. А вот он, Джимми. Все как Мебиусы сказали. Легкая нажива. Что это? Даже не знаю. Там довольно много протосов. Нам придется... А это что за... Внимание. Обнаружены многочисленные биосигналы Зергов. А, черт. Они что, все время сидели под землей? Черт их знает. Но руку даю на отсечение, что бегут они к нашему святилищу. Это все осложняет. Мы не сможем воевать на два фронта, приятель. Если повезет, то и не придется. Все, что нам нужно, это оцепить святилище и удерживать его достаточно долго, чтобы извлечь артефакт. Поэтому мы высадимся здесь и пробьемся через заслоны протосов, пока их основные силы заняты зергами. Протосы обречены. Их гибель – вопрос времени. Поэтому наша задача захватить артефакт и побыстрее исчезнуть. Нормально. Но еще надо четыре переликвия найти. Сразу сохранить и потом продолжим. Продолжение следует...